15 марта в 8 часов утра на территорию округа открыли свои двери 125 избирательных участков. Началось голосование за кандидатов на выборах президента Российской Федерации. Жительница Щелкова Людмила Николаевна пришла на участок еще до его открытия, чтобы отдать свой голос за будущее своей страны первой. Я всегда люблю голосовать первая или вторая. И в свое время, когда мы первые и вторые голосовали, нам пирожки давали. Еще дальше в школах, когда я голосовала. Ну то есть это для меня был большой праздник. Так он и сейчас. Вместе с Людмилой Николаевной поспешили с самого утра проголосовать немало людей. Явка избирателей с первых минут голосования обещает быть высокой. Настроение праздничное, незамечательное. Тем более субботы, воскресенье, масленица. Мы подготовили сюрпризы нашим избирательным, маленьким, юным. Кто первый раз будет голосовать? Мы, конечно, рады те, кто постоянно приходит. Это наше старшее поколение. Мы никогда не пропускаем. Мы, когда ходили с обходом, предлагали прийти к ним домой. Очень многие отказали, что они придут к нам, потому что это праздничный день. Голосование продлится три дня, до 17 марта включительно. Многие выбрали для себя удобным дистанционный способ голосования. А для тех, кто пойдет на избирательные участки, напоминаем о необходимости взять с собой паспорт. И, конечно же, хорошее настроение. Адрес и телефон избирательного участка по месту регистрации можно узнать на сайте Госуслуг, в разделе «Выборы» и на сайте ЦИК России. Вас приветствует председатель участковой избирательной комиссии номер 3485 Елена Ивановна Мосина. В 8 часов утра мы открыли наш избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации. Были опечатаны стационарные ящики, переносные ящики, выданы списки избирателей и бюллетени, по которым люди могут проголосовать и оставить свой голос. Мы очень рады, будем видеть всех жителей, которые имеют право выбора на нашем участке. Также мы надеемся, что они не будут изменять свои традиции, будут приходить на наш участок с семьями. Не изменяя традициями старшее поколение, а своей активной гражданской позиции они подают пример молодым избирателям. Для чего пришла нам избирательная участка? Для того, чтобы как мы будем жить дальше, что будем делать, какие наши будут планы на будущее, должны голосовать за этого человека. Все. А мы продолжим следить за обстановкой на избирательных участках. Не переключайтесь. Виктория Мельник, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.